Сегодняшняя история о маме, бросившей своего малыша, и медведица вас шокирует, но в то же время приятно удивит. Медведица жила в лесу недалеко от деревни. Жители знали о её присутствии, но ни дикий зверь, ни люди не подходили близко друг к другу, и поэтому мирно жили рядом. Всё шло хорошо, пока однажды, наряду со следами лап медведицы, на земле не оказались отпечатки лап маленьких медвежат. У бурого медведя родились детёныши. Два близнеца, если быть точным. Проблема была не в том, что люди внезапно испугались, потому что теперь вместо одного медведя было три. Но некоторые люди подумали, что было бы неплохо отловить детёнышей и привезти их в зоопарк. Итак, группа мужчин, вооружённых ружьями, отправилась в лес и выследила медвежью семью. Всем известно, как бы отреагировала медведица, если бы вы просто забрали у неё детёнышей. Конечно, она будет защищать их изо всех сил. Охотники тоже знали об этом, и поэтому они придумали ужасный план. Выследить медведей, отстрелить мать животное и поймать детёнышей. К сожалению, мужчинам удалось довольно быстро найти маленькую семью и застрелить животное и мать с безопасного расстояния. Медвежат тоже удалось поймать, и предполагалось, что медведица, которая с ранениями утащила себя в лес, там и погибнет. Но мужчины ошибались. На самом деле животное убежало в укромный дом, где искало убежище. В этом доме жила старушка. Она жила одна вдали от деревни, и местные жители называли её странной и немного сумасшедшей. Раз в неделю женщина получала в деревне только самое необходимое и почти не контактировала с другими людьми. Увидев в тот день раненого медведя, она пришла в ужас от того, что кто-то может сделать что-то подобное с ранее мирным животным. Хотя медведицу только что чуть не убили люди, она позволила старушке осмотреть себя. Она чувствовала, что она другая и поможет ей. Женщина ухаживала за медведем, обрабатывала её раной и давала ей есть и пить. Позже, когда медведица полностью выздоровела, она вернулась в лес. Но с того дня медведица всё время возвращалась, чтобы посмотреть, как дела у её спасителя. Через несколько лет после того, как детёнышей забрали у медведицы и отвезли в зоопарк, одна из женщин той деревни получила знаменательную новость от своего врача. В то время как большинство девушек не могут поверить в своё счастье, когда слышат такие новости, для этой женщины это были одни из худших новостей в её жизни. Девушка вела разгульный образ жизни и сейчас была беременна. Она была потрясена, когда узнала. Потому что она не хотела ребёнка и не знала, кто отец. Врач объяснил, что для аборта уже слишком поздно, потому что ребёнок слишком далеко развился. Так что женщине ничего не оставалось, как родить ребёнка. Это произошло некоторое время спустя, но то, что тогда сделала женщина, просто шокирует. Потому что вместо того, чтобы оставить ребёнка себе или отдать его на усыновление, она в тот же вечер просто выбросила новорожденного живым в мусорный бак. Этой ночью медведица бродила возле посёлка, и когда она искала пищу под человеческим мусором, она наткнулась на маленького детёныша. Он лежал беспомощный и одинокий под всем мусором и мог умереть от голода и холода. Следуя своему материнскому инстинкту, она бережно взяла малыша за пелёнку и понесла в лес. У медведя была очень конкретная цель. Старуха, которая тогда спасла ей жизнь. Она знала, что та позаботится о новорожденном. Когда бурый медведь подошёл к дому бабушки, было уже поздно. Но её разбудил громкий шум снаружи. Медведь царапал деревянную дверь дома. Сначала женщина испугалась, что это грабитель, и тем больше обрадовалась, когда, выглянув в окно, узнала своего друга медведя. Она немедленно открыла дверь, потому что знала, что что-то не так. Медведь ещё никогда не будил её посреди ночи. Когда она посмотрела на коврик у двери, то не поверила своим глазам. Там лежал человеческий младенец. Сначала женщина была шокирована, потому что думала, что его убил медведь. Но через несколько мгновений она заметила, что младенец жив. Она тут же взяла замёрзшего младенца на руки, внесла его в дом и завернула в одеяло. Когда она обернулась, то снова испугалась. Медведица последовала за ней в дом. Она не хотела отводить глаз от маленького ребёнка. Пожилая женщина позаботилась о ребёнке, а также сообщила о случившемся в местную полицию. Прошли следственные действия, однако к результату они не привели. В конце концов старушка решила оставить ребёнка себе и вырастила его. Медведица относилась к малютке очень мягко и спокойно, как и к старушке. Когда мальчику было около шести лет, по деревне распространились слухи, что он был ребёнком той самой разгульной женщины. Когда она узнала о ребёнке и его истории, она очень захотела увидеть своего сына. Она переживала о том, что сделала тогда, и очень сожалела об этом. Но пожилая женщина сначала запретила ей контакт. Лишь некоторое время спустя, когда мать большую часть дня ждала перед домом старушки под проливным дождём, бабушка впустила её. Через некоторое время мать ребёнка попросила у старушки и её сына прощения. Это заняло время, но в итоге они приняли извинения. Потому что они думали, что даже если медведица смогла спасти жизнь человеческому младенцу, хотя люди забрали её детёнышей и чуть не убили её, то и они смогут простить эту женщину, которая проявила большое раскаяние. Сын также простил её за то, что она сделала некоторое время спустя. Кстати, у медведицы снова появилось потомство. Однако на этот раз малышей у неё не отобрали, и она смогла их с радостью воспитать. Эта история показывает, насколько важно прощение в нашей жизни. Если хоть раз в жизни с вами обошлись несправедливо, подумайте о медведице. Если она смогла простить, то и вы сможете. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok